Доброе утро, наши дорогие телезрители! Мы сегодня проснулись в замечательном месте с очень комфортной погодой На улице солнечно, но прохладно Это просто чудо какое-то, аж прям хочется спеть песню День такой хороший, и старухи крошат Хлебный мякиш, сизы, голубя Ты слушаешь, если ты с нами песни, блин? Не, ладно, всё, а не купить Не такую песню надо петь Презвый, презвый, точки твои Смотрите, какая красота! Горы, ёлочки А воздух какой свежий После пыльных городов Индии Просто выдыхаешь его Просто полной грудью, и так приятно Да, погодка классная Даже жарко, стоишь на солнце А вот вечером было прохладненько Теперь понятно, почему все русские перебираются Как раз в межсезонье с Орамбольска Едут сюда в горы Потому что здесь действительно комфортно находиться Но мы ещё едем дальше Это наша неконечная остановка И надеюсь, что в то место, в какое мы в конце концов доберёмся Там тоже будет классно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот что значит горы! Солнышко светило И через 5 минут дождь Вообще неожиданно просто Ниоткуда? Ну просто вообще! Мы тут нашли Самое главное, там была куча кафешек Садик на весах Только мы приезжаем их все Вот такая дорога начинается Как ливанул дождь Ну как обычно Дизельные Ну хоть пустые ночи здесь Мы доехали до деревни Вашишт Находится он буквально, может быть, 3-4 километра от Манали И вот такая здесь деревушка Сейчас будем искать жильё Такой процесс нелёгкий Крутки такие здесь Вообще, посмотрите Мы поставили байк Ты же сказал, что я прослышал Потому что пешком будет проще ходить Это, наверное, главная площадь деревни О, какой есть лень Как высоко-высоко Видишь, он там А как к нему добраться, интересно? Только по лестнице Сложно было сюда добраться? Ну нет У нас тут коровка Прям здесь живёт, да? Мухи Тоже мухи, да? Все дела Не, ну я надеюсь, что у нас Не будет они долетать Как-то, капец Ну мы обыскали сегодня Вообще Многие с хаосов, наверное, 10 И пошли Примерно все они одинаковые Ценим 400 это прям совсем 500 так ещё Но остальное всё выше И на самом деле И по цене выше Ещё и подниматься выше У нас с парковкой ещё проблема Здесь парковка есть Какой у тебя стол тут? Ты уже кабинет себе сделал, да? Монтировать Теперь в усиленном режиме Монтировать Покажи нашу комнату Так, ну что Вот такая у нас будет комната Скромненько Скажите, кто сейчас у нас здесь находится У нас есть кровать свободная ещё Приезжайте к нам Если что, есть кровать Для третьего человека Вот такого здесь Ну, за счёт того Что есть третья кровать И эта комната Как бы увеличена Много размера, да? И здесь у нас Большой такой душ С бойлером Это важно Потому что здесь По ночам холодно Чисто в туалете Чисто, в принципе, в комнате Кровать Мягкая Вот Ну, такое обычненькое Знаете, вот ты прямо В деревне находишься У нас там внизу корова Ну, всё это То, что там старенькое Что-то Ну, в принципе, всё Главное, что чистенько Комната приятная Тёплая Она прогревается Вечером она будет тёплая Но самое главное Это вид Вот так вот Вы ходите на балкон И лицезреете Всю эту красоту Вот это вот Вот то Что мы хотели Просто каждый день Вот это смотреть Коровки мычат внизу Вон у нас там бабушка Убирает за коровкой Байк внизу стоит Парковка есть Это редко здесь Да Интернет есть И мы заплатили за месяц 15 тысяч То есть по 500 рупий в день Ну, искали мы долго Долго, полдня, наверное Но это ещё не долго Люди ищут по 2-3 дня Ходят ищут Хотя тут деревня маленькая Но пока ты там придёшь Пока хозяина найдёшь Это всё долго Ну вот В закрытые двери тоже стучишься Ну, в принципе, нас устроило По всем нашим параметрам Поэтому мы здесь остались Доброе утро Погода у нас слегка пасмурна сегодня Но это не отменяет вот такого прекрасного вида Посмотрите, где мы заселились С какими вообще красотами И это прямо на крыше нашего гистхауса Сзади вот открывается вид Вообще на всю деревню Горы здесь так же Лес Ну, природа просто вообще шикарная Индийские Альпы Первый этаж нашего гистхауса Выглядит следующим образом Здесь припаркован наш байк Коровка Здесь припаркован Ей еду приносит Здесь же она какает Потом женщина всё это руками собирает И вечером уносит Сейчас пройдёмся по вот таким узким улицам Мы заселились Не прямо вот в центре Где вообще вот бум Где там куча людей А буквально 10 метров от центра Но зато здесь потише Здесь ездить поставить байк Вот здесь видите Через вот такой вот узкий коридор Нам приходилось проезжать с вещами Вот и буквально сейчас один поворот И мы оказываемся на центральной улице Вот мы и выходим Прям на центральную улицу Кирпичей привезли С какой-то очередной индийской фабрики Так, вот он и центр Здесь вот находится купель Я уже говорил, которую мы Чуть позже ещё покажем Храм здесь А мы сейчас хотим Для начала перекусить Потому что мы идём уже в поход Ну, народу да, поменьше Вчера здесь вообще яблоку негде было упасть Завтракать мы сегодня будем Вот в таком кафе С интересным названием Бабушкино кафе У них же здесь же ещё и гистхаус есть Мы вчера хотели в него заселиться Ну, как Была такая мысль Мы даже не смотрели номера Чё-то нам там ценник сказали 850 за ночь И чё там ещё 18 тысяч за месяц А, они заняты были все И мы даже их не смогли посмотреть Всё У них чё-то сегодня Плохо мысли, короче, складываются Ну, нам сказали, что через два дня освободиться Мы нашли другой Такой интересный Бабушкино кафе Там музыка всё время так играет Мне там нравится Здесь атмосфера такая своеобразная А вот там сам гистхаус Здесь можно посидеть на верандочке Но здесь такой ветерочек дует Прям хороший А можно внутри посидеть Как нам нравится Ну, чё страшно Вот такая обстановочка здесь Внутри Вот шива здесь Такое в виде старика Матрёшка на стене Топчины Кухня И вот моя красотулечка уже засела Сделал заказ Мы взяли кофе Здесь очень вкусное кофе С пенкой Такое у меня с молочком Саша чёрное И взяли омлет И ещё параду Саша говорит, омлет какой-то Ну, очень вкусный Сыром и с помидорами Ты же заценишь, куда стоим Очень вкусный омлет И вот такая здесь большая Алло-парада Парада с картошкой Как пирог Да, да Так, давай Пополон, да? Так Сначала надо отчертить И вот такой соус Это пикель Кто будет в Индии Обязательно попробуйте Саша его обожает Наталья из Питера Сколько ты, Наташа, уже Светлана Ой, блин Ё-моё Вот это я опозорился Ещё раз, да? 12 лет на Гуа 12 лет на Гуа Вашистичка У меня маму Свету зовут Да Ну как же И я так как-то ошибиться Четвёртый раз вашистичка Так что буду проводником сейчас Пойдём по Козьей тропе А сколько это в Индии С самого начала? 12 лет Не, вот сейчас С новой поездки С новой визы Снова приезда Полгода Полгода уже Ты всё время в Ромболе пробыла И потом В Ромболе Вашистичке, да И завтра я еду Наконец-то В Казу В Лех Ну не в Лех А в Долину Спити Нашёлся нормальный человек Который ходит автобусы В 4 утра И мы едем И у меня мечта сбылась Никто не едет Все безответственные Ну там прохладно Но уже Тормобельё купила Всё нормально Слушай, а ты по Индии вообще путешествовала? По всем Да Каши Кеши была Акисен-центр Индии Там Раджастан Гуджарат Нет, нет Я была у Бабы У Саи Бабы В Кутапарте Потом я была в Каджураха В Агре В Варанасе Ну всё равно Ну много где побывала Ну да, да, да В общем Индия тебя больше всего привлекает А ты в других странах была? Ездила, да В Европу Во многих странах была Во Франции В Англии И не просто была Жили там по 2 недели И где в Чехии была В Голландии В Германии В Швеции Едите один раз Ну не понравилось И в Италии несколько раз Индия фаворит? Италия и Индия Италия очень дорогая А Индия вообще Чип прайс Да, я бы сказала Чип прайс Наша компания растёт Слушай, все Все в Ромболе Кого мы встречали Все сюда перебрались Ольга Ребята вот тоже В общем мы все Такой в дружной компании Пойдём сегодня гулять Или мы просто встретились Наш Антон В штанах Слушай, я думал Ты там в Ромболе Снимаешься на шутингах Все Переехал Надя там звездой стала В Вьетнам Он едет со мной спить А, ну вот я ему говорил Что ты едешь Мне это место Понравилось Прям буквально С первых дней Здесь много русских И сразу Такой комьюнити русское Знакомишься сразу Мгновенно Это как Второе Ромболе Ты знакомишься А встречаешь уже Тех с кем Того даже знаешь Ты из Гоа Да Ну мы С ребятами разделились Там ребята По своим делам пошли А мы В составе Светланы Опозорились Ошиблись Вот ещё с ребятами Идём По нашему Задуманному маршруту Проходим Мимо Говноводопада Весь такой В мусоре За решётками За сеткой Чтоб наверное Что-нибудь Не провалился Наверное Сливная Такая-то вода А вот школа Местная Вот эту Ольгу Которую мы встретили У неё такая Интересная история Случилась У неё Украли Большую сумму денег В общем так Хитрым образом Надо как-нибудь У неё взять Интервью Чтоб она Сама рассказала 360 тысяч Украли Индусов Которому Она доверяла Ребят Ну место Я вам скажу Прям классное Здесь Мне здесь Очень нравится Прям напоминает Кавказ Да-да-да-да-да-да Это Кавказ Сейчас пойдём По мостику Переходить Ух прям Вода такая Бушует Так давай Дарья Не бойся Красота Перешли по мостику Через горную речку И вот С другой стороны Реки Открывается вид На горы И как раз Где-то На горе И находится Деренье В которой мы живём Иди вот так Делаешь Вот так Берёшь Просто проводишь Ничего не рвёшь И нюхаешь Посмотрите Сколько здесь Растёт Конопли Просто лес Конопли Повсюду Вон Маленькие Кустики Большие Вообще Весь Весь лес Конопли Я такого Ещё не видел Коноплиной лес Следующий мостик У нас Металлический Здесь такая Более Мелкая Горная речка Куча камней Наверное Сезон дождей Здесь будет Прям Полноводная Такая речка Света А здесь Бывает сезон Дождей Да Вот он Наверное Сейчас скорой Начнётся Да Да Вон на горе Видишь Свет Водопад Это Три километра Чтобы до этого Водопада Дойти Да Там специальные Ступеньки Сделаны И ты идёшь Достаточно Трудно Ити Широкие Ступеньки Но это мы ещё сходим Тебе напоминает эта природа Кавказ? Ну да Да-да-да-да-да Это Кавказ Да-да-да И там грот И как Стоунхендж Огромные-огромные камни И вода Такой силой Разбивается Об этих камней Шли-шли Шли-шли По такой Асфальтовой дорожке И тут Видите Как всё Меняется И нужно Сейчас где-то По лесу Будет идти Кто ж тут По такую дорогу Придумал Мы сейчас идём по фруктовому саду Где растут Яблоки Груши Вот Света говорит Что это Специально Они выращивают И это всё идёт На экспорт В Америку Потому что Это считается Очень Экологическим продуктом Да Ямалай Ну вот тут Груши Уже почти поспели Света говорит Что Когда они будут Поспевать Здесь их всё Будут охранять Чтоб не рвали Ещё просто рановато Это большие будут груши Давай-давай Моя дровушечка Не торопись Иди потихонечку Дыши ровно Ну вот Мы хоть в Индии Погуляем По лесу Подышим Свежим воздухом А то в этой жаре Пылью надышались Ты думаешь Это специально Да Высадили Прям по кустам Это мужской рост Это мужские А мужские Это не прущие Они прущие Они не пурят У них видишь Вот такие А почему не пурят Почему не пурят Такие Говорят Вкус плохой Вот такая У нас тут началась Узенькая Тропиночка И вот здесь Посмотрите Какой прекрасный вид Открывается на горы И на нашу деревню В которой мы живём Вот она Прям видите Как внизу В предгорье Какой-то купол Интересный Наверное Там тоже Можно снять Жильё Так Ну а мы Продолжаем Своё движение Разглядываем Красоты Вот уже Видим Такие Скалы Наверное Из них Вот такая Сухая порода Уже Не сухая Как отцепущая Порода Высыпалась И прям Деревья Слесает Да Идти тут так Прилично До Манали Километров В семь Наверное По горам Ты знаешь В лесу Не было Рос И поэтому Я Тебе Шишку Принёс Я тебя Люблю Возьми же Шишку Мою Давай только Пожалуйста Залезь И потом Познать Шишку Пойдём Подарок Тебе Домой Повезёшь Вот такая Горная Дорожка Мы добрались До Олд Манали Старая Манали Ну такие Тут Старые Домики Нам встречаются Какие-то Пока Старые Манали Старые Домики Из него Мы попадём В Манали Настоящий Через Кедровый Новый Манали Да В этом Старом Манали Живут Преимущественно Израильтяне Русские И жильё Здесь По дороже Русских Меньше Дороже Израильтяне Как и в Касоле Это на храм Похоже Это храм Да Это очень старинный Храм Там вот Будут такие Сейчас Саш Заходи Во двор Саш Зарачи Да Зайдём В храм У входа Храм Вот такие Каменные Заваяния Я думаю Что это Наверное Слон Изображён Саш Ты не пойдёшь А я там был А ты разоваться Не хочешь Разоваться Не хочешь Разоваться Не хочу И был Уже Даша Может ты Пойдёшь Поснимаешь Я тоже Не хочу Разоваться На еди Тоже Разовалась Заходим В храм На ботан На ботан Так Это вот Непонятно Что здесь Сжигают Это Печка Как там Надо правильно Погладить Сначала Божество Потом Лоб Потом Сердце Одевает Каждый день Страшненькое Божество С языком Продолжаем Прогулку По старому Банале Очень похоже На Вашишт Ту деревню Где мы живём Тоже Одна улица Кругом Дома Горы И везде На первых И в твоих этажах На вторых Больше Конечно Гестхаус А на первых Всё это Торговые лавочки Всеразличные Там и водичка Фрукты Сувенирка Зашли в магазин Одежды Даша уже Нарядилась Палантин Палантин Ну можно и так Тёпленькая Слушай А вот штаны Порвала Может быть Какие штаны Присмотрела бы Такие Толенькие Тут тоже Полно Всяких штанов Ну-ка давай Уши-уши Завернулись Чешу пока Куда его спрятать Ладно Прикольно Прикольно Вот так Вот Сейчас спрячу Будда Он внутри пустой Такая так и должна быть Пустота Да Сколько Будда стоит 120 Тысяч 120 тысяч 120 тысяч 120 тысяч 120 тысяч Мост через реку И я что-то вижу здесь Какое-то нашествие Индусов Блин Что они здесь делают Я вообще не могу понять Купаются что ли Они там всем на камнях Да А тут еще такой Диплайн маленький Кто фоткается На камнях Там еще капе Нашествие Так давай Да я вижу Вон глянь Застрял что ли А все равно видно Что река такая Немножко синеватая Горная вода Все время Вот так Отливается Синевой Так А мы идем Опять куда-то Через лес Я так понял Что мы уже Закончили посещение Старого Манали И двигаемся Уже В новой Манали Кто тут коров звал Опа Опа Понеслось Понеслось Секас Мальчик Да Видишь какой маленький На такую большую коровку Полез Сейчас ему коровка Даст Тюлюлей Посмотрите Посмотрите Какие здесь Огромные Кедровые Деревья Очень красиво Даже вот просто Так вперед Смотришь И видно Что это Какой-то Необычный лес Между деревьями Большое пространство Нет травы И такие огромные Огромные деревья Как-то прям По-сказочному Выглядит Очень красиво А запах Ребята Какой запах Знаете Вот удивляешься Как будто Ты даже не в Индии Не так много Мусора Конечно Попадается Кое-где Но все равно Как-то уже Другая Прям Индия Очень приятная Атмосферка Посмотрите Здесь Какие огромные Луны Камняки Такие Лес Прям такой Красивый лес Сказочный Какое дерево Огромное Толстое Такое И глянь Мне даже Такой ствол А в конце Оно Видишь Разветвляется Раз Два Три Четыре Пять Пять стволов Вверх Уходит Какая же Здесь все-таки Классная Атмосфера Тишина Только Вот там Где-то Парк Аттракционов Слегка Музыка Доносится А так Вот по-индийски Знаете Когда Уже Устаешь От этих Шумных Городов Пыльных Дорог Просто Вот так Прогуляться По Кедровому Лесу Это Не передать Словами Вот Сколько Мы идем По этому Лесу Кедровому И везде Проложена Вот такая Бетонная Дорожка Надо же Кто-то Сюда Сколько Бетонным Таскал Чтобы Сделать Такую Дорожку Выходим Из нашего Приятного Леса И попадаем На дорогу Где абсолютно Нет пешеходной Никакой Дорожки Приходится Идти Вот так Прямо По соседству С автомобилями Так Это мы Сейчас уже Попали В Манали Не в старый Манали А как-то Ну сказать В Манали Либо В новой Манали Чистил Калушей Вот он Разводил По-индийски Она такая Иногда Можно Нарваться Да Я Это берут В ухо Засовывают Кусочек Мыла Но вы Конечно же Не видите А потом Вам говорят Что у вас В ухе Грязь Там какая-то Но это Разводило Чистой воды Ни в коем случае Не позволяете Никому Лезть К себе В уши Если действительно Что-то у вас Там Какие-то проблемы Если вы Чувствуете Что-то там Попало Лучше Обратитесь В доктору Потому что Доктор вам Действительно Вытащит Ненужное А эти Они ничего Не вытащат Или еще Что-нибудь Навредят Это вот Основная площадь Да Основная Вот тут Тук-туки И внизу Там Где баспешен Обратные А чем Назад Не пойдем По лесу Что-ли Нет Конечно По нижней дороге Можно Ну что Погуляемся Так все Давай Расскажем Что мы сейчас Попали На Центральную площадь Да Индийцы Очень любят Гулять Здесь Приезжают Очень любят Манали Вашиш Приезжают Просто Как Туристы Ну русские В основном Вашиш Приезжают Индийцы Индийцы Тоже Ну конечно Они каждые Автобусами Каждый день Но они Посмотрят На воду Там Что-то Побрызгаются И уезжают И все И уезжают Да Ну это Останавливаются Но их мало А вот Любят Манали Не знаю Почему Непонятно Ну давайте Хотя тут Есть Пати Даже Там Давайте Посмотрим Как это Все Выглядит Вообще Вот Это Толфа Людей Я так Понимаю Это тоже Гостиницы С двух Сторон Ну как Всегда На первых Этажах Какие-то Торговые Лавочки Ну нормально Тут даже Есть еще Как бы Свободненькая Надо вот так Приходится идти Я рюкзак Впереди В таких местах Перевешиваю А тут еще Можно так Спокойно Идти Кстати Здесь Здесь местные Ну такие Жители Кто постарше И вот ходят В таких Шапочках Это уже Как В качестве Просто Такой Типа Сувенирной Шапки Да У молодых Людей На голове Так Светлана Нас хочет Куда-то Завести В Один из Ресторанов Любовь моя Здесь тоже Есть Здесь Что-то Я смотрю Преимущественно Фрукты Овощи Гаджеты Так Куда-то еще Дальше Вглубь Идем Канализация Периодически Здесь встречается Открыто Причем Не только Здесь Маналин Но и В Ашиште Где мы живем Вот это Да Вот это Ресторан Интересная Да Кошка Ну как она Слушай Здесь прям Это Дышать нечем Если честно Наверху Посвободнее будет Да Газком Прям да Хорошо Передается Атмосферу Давайте будем Надеяться Что это Капуста Пахнет Воу Так Второй этаж Миновали Идем выше Еще Вот Ну здесь Получше Да Если дышать Хотя бы Есть Чем Да Слушай Но лестница Еще выше Идет Это наверное Как вас Потом Посетим Ну сходишь Ну ты просто С крыши И все Интересно Для кого Здесь такие Столики Смотри Это как будто Детское Какое-то Кафе Посмотрите Какие столы Нам С ним Вообще Здесь Вот Только Так Только Так Да А он Первый Так Винти Зачем Кто-то ел Сдает Блюдом Это Бульон Тот В котором Варится Мясо Приправлено Зеленью Так Ну что Пробуем Там даже мясо Есть Вкусненький Бульончик А тем более Бесплатно Сколько они размолот Бесконечно Попил Да Ждем Момо И захватываем Еще Нормально Суп Ребятам уже Момо Приятно Есть суп Ну Супом Классно Классно Это с курицей Да Да Это с курицей Это Это с бараниной У тебя Свет Что Тоже баранин Да Вот Ну что Смотри Ты бери Пельмешек Разламывай И можешь Супчиком Еще и Подзаедать Дегустируй На самый Последний Саш Ну Неплохо На последний Внутри Столько Много Курица А еще Выше Надо Быть Текст Вкусный Нежный Мяска Там Лучка Много Офигенный Самые большие Момо Какие мы едем А я вот этот Попробую Сейчас Который Из этого С бараниной Ммм Сушные Такие Да Очень вкусные Классные В общем Такое Что это Прекомендовала Светлана Первый раз Уже здесь Говорит Всегда было Вкусно Так что Я в таком месте Неприметном Находится Надо как-то Быть потом На выходе Тут целый Квартал Таких Я просто Хожу В этом А еще Вот соус Вот такой Наставить Я знаю На острове Поели Мы на 280 Рупий Но мы еще Взяли 2 чая То есть Объели С пельменей Просто Полной Желатой Да И вкусно Было Еще Супчик Приносили В общем Рекомендую Может названия К сожалению Нет А вот Есть Лакдайхит Хаба Автобусная Станция В Манале Основной Локальной Откуда Во все направления Идут Автобусы Даже В Чиндигарх Кажется На площади Проходит Представление С участием Клоуна Похож Кстати На Гитлера Да Тут вообще Народу Столько Так Ребят Не потерять Я уже Их потерял Все Пойдем Вот Здесь Такой Еще Храм Как Шкатулочка Весь Резной Деревянный Кстати В быстром Темпе Проходим По Манале Здесь Давка Такая В Манале Какой-то Вообще Трешак Гуляв Здесь Особого Желания Не возникло Сюда Переселиться И вообще Здесь жить Даже Какое-то Время Просто Попробую Хочете Что-то Такое Спокойнее Вот Как раз Там Где мы Сейчас Живем Это Прям Вообще Для меня Это Идеальное Место Тихо Спокойно Особенно Там Где мы Заселились Вот Это Здесь Загазованность Как В этом Мы Были В Дарджилинге То же Самое Вот Это Вонища Стоит Зайдем В магазин Альп Снаряжение Он Такой Маленький Вот Нет Даже Здесь Большой Спальный Мешочек Здесь Маленькие Вообще Такие Мешочки Вот Ну что Нужно Первое Всего Это Ледорог Все Чтобы Фотографии Делать Возвращаемся Назад По этому Парку По которому Мы Пришли И Как Оказалось На Входе Вход Платный Причем В эту Сторону Бесплатно А обратно 20 Труп Из Человека Ребята Увидели Вот такую Гостиницу По дороге Назад Вот сейчас Узнаем Четыре тысячи Ночь Кондиционер Есть Поднимаемся Наверх А вообще Это место Это баня Русский парень Организовал Здесь русскую Баню Так Привет Привет Тут еще и кафе Привет У тебя месяц прошел Намасте Конечно изменилось Если пустят тебя там Женя посмотреть А баня на первом этаже А она здесь Это секретный объект Не просмотреть Я не против А вот он против А кто он С кем мы строим вдвоем А у которого там внутри сейчас Да Но еще не готова Да Еще в таком Стадии строительства Вернулись к себе В апартаменты Нагулялись Сегодня Вообще Конечно После наших Поездок И даже Дня отдыха Не было Но ничего Зато хоть Новые какие-то места Разглядели Мы, кстати, живем на четвертом этаже А то я, по-моему, как-то говорил Что мы на третьем заселились Нет, у нас четвертый И уже дальше крыша Так, ну что Будем отдыхать И уже завтра Продолжим исследование